По этой территории, по этой тропинке мы всегда гуляем, много-много лет гуляем, проходим в лес. И неожиданно встречаем вот такую картину, то есть идет вырубка леса под строительство. Нам говорят, если бы не самоизоляция, то вышли бы все жители дома по Кутузово-16Б, а может быть и другие жители окрестных домов присоединились. Участок Соснового Бора для них это естественный парк, здесь гуляют, а зимой ходят на лыжах. В том числе студенты Политеха и Меда, здесь их спортивные базы. В сам лес ведет единственная дорога, но, судя по кадастровой карте, теперь людям придется обходить стороной. Два мужчины говорят, нам дали многодетным семьям два участка, мы будем здесь строить коттеджи. 15 лет назад здесь уже пытались построить дом, но тогда, по словам жителей, это признали незаконным. Они и в этот раз вызвали полицию, юристов, но оказалось, теперь все законно. Вот разрешение на участок под жилищное строительство. А из кадастровой карты видим, лес относится к землям населенных пунктов, где действительно разрешено и рубить деревья, и строить дома. В ТСЖ недоумевают. Пару лет назад им запретили вырубить вот этот сухостой, а теперь совсем рядом отправляют под нож почти 2000 квадратных метров здоровых деревьев. Одного участка уже нет, другой на очереди. Эколог Алексей Грибков объясняет, оказывается, с правами на строительство здесь есть вопросы. На публичной кадастровой карте видно, что участки находятся в том же кадастровом квартале, что и городские леса. Из трех сторон эти участки окружены городскими лесами. Возникает вопрос, когда они были выведены, да, или были ли выведены из состава городских лесов. Вот с этим, конечно, необходимо разбираться. В городских лесах, в соответствии с лесным кодексом, никакое капитальное строительство не допускается. У жителей вопросов не меньше. Например, почему одним многодетным семьям выделяют участки за городской чертой, а другим в черте города, да еще и в лесу? Не помешает ли такое строительство тушению лесного пожара, если лес вдруг загорится и так далее? Мы, в свою очередь, отправили официальный запрос в городскую администрацию. Ждем ответа. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.